Здравствуйте, дорогие зрители! С вами Шуламит. Мы приехали в город Йокнеам-Элит. Об этом городе у меня есть видео. Конечно, дам вам ссылку. Это очень необычный город, и стоит посмотреть это видео. А сейчас мы приехали не на город посмотреть. Мы находимся около торгового центра Биг. В том видео я его тоже показывала. Но находится вот тут вот, но отсюда не видно. И прямо за ним находятся вот такие вот поля. И мы сейчас посмотрим, что же здесь происходит. Сейчас февраль месяц, а в феврале месяце у нас в Израиле начинается цветение. Сначала зацветают анимоны, и мы сейчас на них посмотрим. Дело в том, что в этом месте не просто красные обычные анимоны, колониот на иврите. Здесь они самых разных цветов. Есть еще одно место в Израиле, где цветут разноцветные анимоны в огромном количестве. Это видео я тоже снимала. Это находится около аэродрома Мегидо, недалеко от города Афула. И там они растут в лесу, и это было просто волшебное путешествие. Тоже дам вам ссылку. Но посмотрите, что делается здесь. Здесь тоже разноцветные анимоны. Вот фиолетовый, вот белый, а вот и красный классический анимон. Колониот. Есть израильская песня. Если найду на ютубе эту песню, дам вам ссылку, чтобы вы могли ее послушать. Посмотрите, что делается. Какое их несметное здесь количество. Почти как в том лесу. Огромное поле с плов покрытой петницей тканью. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Люди приехали специально, чтобы полюбоваться на цветение. Цветы эти никто не рвет. Ими только любуются. Скоро зацветет миндаль. Уже цветут цикламены. В общем, наступает изумительная пора. Я всегда вспоминаю песню. Земля Израиля красива, земля Израиля цветет. Не рвут, во-первых, потому что этому уделяется огромное внимание. В школах детям постоянно об этом говорят, что рвать нельзя. Есть даже песня, в которой поется, что нельзя рвать дикие цветы. В общем, все это знают. И поэтому я никогда нигде не видела действительно, чтобы люди рвали цветы. Всегда только любуются ими. И вот их очень много людей. Стоянка вся забита машинами. Вот там вот торговый центр. Его здесь не видно. Но он рядом. Прямо вот за этим заборчиком, который там. Там находится стоянка. И находится торговый центр. Мы сейчас пойдем снимем немножко его. Заходим в торговый центр. С задней стороны. Вина. Пекарня. О, какая запеканочка. Какие пироги. В коридоре тоже. Это еще не весь торговый центр. Это только один коридорчик. Показываю, какие тут магазины. Немрод. Магазин детской обуви. Вышус. Крэзилайн есть. Тут даже не знаю украшения. Часы. На Аман. Хозяйственный магазин. Вот мы находимся на... Главной площади. Здесь тоже, видите, какие магазины. Там кафе. Макдональд. Банк есть. Доктор Гав. Дельта. Там большой супермаркет. Шупер Сальдил. Супер Фарм. Фокс. Вот здесь тоже видно, какие магазины тут. Детский магазин. Эйчен Доу. Мицата Дудыв Деван. Почка вишни. Магазин органических продуктов. Биг Электрик. Сток какой-то. Гольф. В общем, довольно много магазинов. Но это не единственный торговый центр. Вот вам кусочек города Як-Наам Элит. Верхний Як-Наам. Такие тут дома. Ну, кто хочет подробно узнать об этом городе, город действительно необычный, посмотрите мое не очень старое видео. Отдам вам ссылку. И на сегодня я прощаюсь с нами. Будьте здоровы. Берегите себя. И до новых, надеюсь, скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok